Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость побывал на небесах и получил откровения о самых сильных словах в Библии. Они буквально сдвигают горы, и ад приводит в трепет. Очень скоро вы узнаете, что это за слова. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Привет, это Сидрот, и у меня в гостях доктор Кевин Задай. Однажды он пошел на прием к стоматологу. Ему сделали наркоз, и он умер, он отправился на небо. Там он получил очень сильное откровение и вернулся обратно к нам на Землю, чтобы поделиться этим мощным откровением. Представьте только себе, ангел сопроводил его на небеса, в особую комнату под названием «Откровение». Она так и называлась. Кевин уже был у нас в гостях и рассказывал о некоторых комнатах. Кевин, теперь расскажи нам об этой встрече в комнате «Откровение». Сид, это было неожиданно. Однажды ночью я проснулся в своем доме. Моя жена была рядом. Я увидел, что у моей кровати стоит человек. Он был красиво одет. Я уже видел что-то подобное и знал, что это был ангел. Он был великолепен. Он взял меня и сказал, что должен сопроводить меня в комнату откровений, потому что Господь желает научить меня умению ожидать его. Мы начали двигаться со скоростью света. На удивление я ощущал себя в своем теле. Когда мы прибыли на место, я вошел в огромную комнату. Там был большой лифт, в котором стоял Иисус. Мы с ангелом вошли в этот лифт. Иисус улыбнулся и сказал, «А теперь подождем отца». Ангел кивнул. Я последовал его примеру и кивнул так же. Я почувствовал, что лифт стал подниматься, причем подниматься очень высоко. Я посмотрел на Иисуса и спросил, «А когда мы остановимся?» Он ответил, «Это тебе решать. Как высоко ты хочешь подняться?» Через некоторое время я сказал, «Стоп». Когда мы остановились, двери открылись, и я увидел внизу под нами землю, континенты, огни городов. И Господь сказал, «Вот видишь, твои проблемы отсюда выглядят очень маленькими. Вам нужно приходить в эту комнату откровений и ждать меня, чтобы увидеть мир так, как вижу его я». Он сказал, что если мы будем ожидать его, он сможет говорить к нам. В мире так много голосов, которые борются за наше внимание и время. Итак, он сказал, что мы должны приходить в эту комнату и смотреть на мир с Божьей точки зрения. В одно мгновение я увидел свою жизнь, где я успешно выполнил все, что Бог повелел мне. И жизни многих людей были изменены благодаря тому, что я вернулся и рассказал им истину в любви, указал им этот путь. Это предназначено для всех нас. Нам нужно ожидать Господа, чтобы не происходило. И тогда, когда мы войдем в эту комнату откровения, мы сможем увидеть все так, как видит сам Бог. Любые проблемы покажутся нам маленькими и незначительными. Я часто слышу один вопрос, который сейчас и задам тебе. Как же ожидать Господа? В первую очередь, Иисус сказал, что мы должны контролировать свое окружение. Уделите 10 минут без телефонов, интернета и связи с внешним миром. Вам нужно полное погружение на эти 10 минут. Он сказал, избавившись от всех других голосов, ты четко услышишь голос Отца. А что же делать, когда ты отвлекаешься какими-то своими мыслями во время ожидания Господа? Что вы делаете в такие моменты? Я говорю себе, что подумаю об этом позже, Павел сказал, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Так же и я пленяю эти мысли, откладываю их в сторону и не позволяю им контролировать мой разум. Мой дух полностью сконцентрирован на Боге в эти минуты. Но это вы. Вы умерли и побывали на небесах. А как насчет простых, обычных людей? Для всех ли это? Или только для избранных, может, это для всех? Если бы это была только моя история, у меня бы ничего не вышло. Но я был послан, чтобы рассказать о том, что доступно всем, каждому человеку. Иисус сказал, расскажи им, что ты видел и слышал на небесах. Это для всех, для каждого. Кевин, вы написали много книг. Среди них много бестселлеров. Но я должен сказать, что это самая важная ваша книга. Она о том, что вы, я уверен, что и Бог тоже, называете словами силы. Расскажите нам немного об этих словах силы и как они действуют. Я пытался написать эту книгу несколько раз, и, видимо, сейчас для этого наступило время. Когда я был на небесах, Иисус сказал мне, что все началось со слов. Бог сидел на своем троне, Он произнес слово, и мир был сотворен. И все сейчас существует по Его слову. Послание евреям 11 глава 3 стих говорит, что вселенная сотворена Словом Божьим. Так что слова очень важны, и они нужны. Иисус сказал мне, что местописание из Евангелия от Марка 11 главы тоже очень важно. Это 23 и 24 стихи. Слова имеют силу. Они высвобождают силу с небес на землю. Дьявол пытается стереть слова силы из нашего словаря. Вы пишете о многих сильных словах. Например, такие слова, как судьба, покаяние, цель. А в чем же назначение этих сильных слов? Назначение этих слов в том, чтобы принести Царство Божие на землю. То, что уже реально на небесах, должно быть произнесено на земле. Богу нужно, чтобы Его народ провозглашал слова силы для реализации Божьего плана на земле. В книге Бытия написано, Дух Божий витал над землей. Бог открыл мне через Иисус, что слово, использованное здесь, значит, на иврите «вибрировать». Дух вибрирует, порождает слова, которые еще увеличивают вибрации, и происходит не что иное, как творение. Я чувствую в духе все эти вибрации, и понимаю, какие слова нужно сказать в данный конкретный момент. Нам нужно это делать. Вот почему нужно вслух провозглашать Царство Божие. Скажите, он это имел в виду? Я прав? Да, это так. И он давал мне некоторые слова, непривычные для нас. Например, слово «владычество». Мы привыкли к слову «власть», но «владычество» это намного более сильное слово. Оно употребляется, когда говорят о властителе, его царстве и владении. Я понимаю, что эта книга вышла очень вовремя. В этом году Царство Небесное будет двигаться на земле и будет двигаться в силе. Вы говорите, что эти слова парализуют врага и вызывают сверхъестественные изменения. Вы видели на небе, как эти слова действуют здесь, на земле. Приведите хоть один пример. Да, когда упоминается покаяние, кровь Христа, владычество или судьба, я видел ударные волны, исходящие от этих слов. Они ударяли демонов, и те падали пораженные, не понимая, что происходит. Я понял, что должен рассказать людям о действии слов, так как многие из этих слов исчезают из употребления среди христиан из-за политкорректности. Более того, они вообще исчезают из толковых словарей, а уж тогда тем более из нашего лексикона. А что происходит в невидимом мире, когда верующие используют слова, зная об их силе? Ведь вы как раз этому и учите. Это не какое-то магическое заклинание. Вы должны понимать глубокое значение слов, которые произносятся. Это касается не только людей в телевизоре. Каждый верующий призван являть Царство Божие на земле. Ни Кевин, ни я, не знаем людей в вашем окружении. Именно вы тот самый человек, который может им засвидетельствовать. Именно вы властны над своей судьбой, над судьбой своих детей, домочадцев. Поэтому в ваших силах и в вашей обязанности произносить нужные слова. Ваши отношения с Богом это ваше сложение. Это следующий шаг. Все работает следующим образом. Верующие, имеющие личные отношения с Богом, получают от Него Слово и начинают действовать, исполнять Божие повеления, Божью работу. Я видел, как это действует. Я видел, что каждый из нас ценен для Бога на том месте, где мы находимся. Даже одинокая мама с маленьким ребенком обладает всей властью, когда провозглашает слова силы. До того, как вы начали свое служение, вы работали бортпроводником. Как же эти вибрации слов силы влияли на вашу жизнь в те времена? Я готовился стать служителем много лет, я учился в колледже, и меня даже уже пригласили на служение. Но неожиданно я бросил все и нашел обычную работу. Как бы ушел из храма на рынок. Я начал каждый день использовать слова силы. Обычно находясь в отеле, я молился. Происходили странные вещи, книги падали с полок, начинались драки рядом с моим номером. Я молился еще усерднее. Мне приходили в духе слова, и я провозглашал их, высвобождая действия силы. И эти слова производили изменения в окружающем мире. Уходя на работу, я делал то же самое. Я молился за людей. Я пророчествовал бизнесменам, передавал им слова Бога. Люди плакали, говорили, что никто не мог знать того, что я о них говорил. Они отдавали свою жизнь Иисусу, а я был рядом и руководил ими. Я понял, что это то, что должны делать все верующие. Идти на рынок и служить людям. Так выражались мои личные отношения с Богом. Мне не нужна была церковная кафедра. Вы по работе много общались с разными людьми, каждый день находились в обществе, знакомились с людьми. Но что делать сидящим дома, мамам или людям, которые работают удаленно через интернет? Они не встречают многих людей на своем пути? Как быть им? Хорошо, что вы спросили. Я тоже об этом думал. Но у меня было видение. Я видел одинокую маму с ребенком на руках. Она смотрела эту передачу, ходила вперед и назад, укреплялась в вере. И вдруг она сказала, «Дьявол, у тебя ничего не выйдет». Она противостояла врагу, прямо там, где она находилась, в своей спальне, с младенцем на руках. Я понял, что это следующее поколение христиан-воинов. Вы можете воевать в молитве прямо из дома и совершенно не важно кто вы, какая у вас профессия, вы призваны к этому. Через минуту Кевин продемонстрирует, как извлекать слова силы из Писания, для того, чтобы противостоять дьяволу и писать свою книгу жизни и не позволять никому вмешиваться в это. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мы с мужем так рады видеть, как наши дети, которым 11 и 13 лет, начали духовно расти, после того, как мы стали еженедельно смотреть программу «Это сверхъестественно». Мы верим, что Бог готовит их, чтобы они могли присоединиться к нашей службе. Ваши учения и свидетельства подготавливают их Божьей истине. Кроме того, у нас улучшилось финансовое положение. Мы с моим Роджером смотрели вашу программу. Вы молились об исцелении рук, а у Роджера болели кисти рук. Он не мог ничего держать в руках, ему было очень больно. Вы помолились, и боль его покинула. Пусть Бог благословит вас и ваши дела, ведь вы несете в мир милость и любовь Иисуса. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно» Доктор Задай делится с нами своими откровениями, которые он получил на небесах о том, как извлекать слова силы из Писания. Есть одно слово, которому люди не придают особого значения, но оно при этом обладает большой силой и властью. Это слово «воскресение». О, да, мы слышим это слово, когда читаем, как Иисус воскрешал людей, как Он сам был воскрешен этой могучей силой. У меня было откровение относительно силы этого слова. Апостол Павел говорит, что та же сила, что воскресила Иисуса, сейчас доступна и нам. Она может преобразовывать духовное в материальное, изменять наши обычные тела, сеять мир, покой в наши тела, души и в наш дух. А вы имеете в виду, наше тело будет исцелено? Оно получит новую силу и энергию, я правильно понимаю? Да. Каждый день на работе я думал об этом. Я размышлял о Моисее. Бог сказал мне, представь, каково ему было, когда мы стояли с ним на вершине горы. Моисей не старился. Богу пришлось сказать ему, что ему пора умирать. Ему было 120 лет, и он все равно не умер бы. Иисус сказал, что я могу жить божественной жизнью. Мы можем получить исцеление и здоровье от Бога так же, как и Моисей. Мы не очень понимаем настоящую силу воскресения. Если вы будете изучать жизнь таких людей, как Джон Джиллайк и Смит Вигглзворд, то увидите, что они осознали эту силу, использовали ее и имели удивительные чудеса в служении. Но многие ли сейчас могут показать такие результаты? Это мощное слово. Итак, что с вами случилось? Однажды во время полета кто-то умер. Ведь так? Расскажите о настоящем воскресении. Это случилось на втором году моей работы в авиации. Человек был мертв уже какое-то время, мы не сразу это поняли, потому что не было крови. Я думал, он просто спал, но он был мертв, он уже был бледный и холодный. Мы уложили его на пол. Рядом была его жена. Действовать нужно было быстро. Пока стюардесса ходила за дефибриллятором, я молился за этого мужчину. Его жена сказала, да, вы можете за него молиться. Она оказалась христианкой. И когда я молился, из моих уст вышли необычные слова вроде «Господь, мы предаем тебе этого человека». Нет, я неожиданно сказал «Вернись во имя Иисуса». И в этот момент он открыл глаза, к нему вернулся нормальный цвет лица, я знал, что он был мертв и ожил. У меня нет подтверждения смерти или других доказательств, но я знаю, что произнесенные мною слова повелели ему воскреснуть, и он покинул самолет живым и здоровым. Дьявол пытается удалить все эти слова из нашего словаря. Почему он в особенности пытается стереть слово воскресенье? Мы не осознаем свой статус и свое предназначение. Мы дети Бога, нам дана эта сила. Как сказано в Евангелии от Иоанна о тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Итак, нам дана власть. Когда мы говорим, мы представляем Бога. Это не означает, что мы оракулы или что-то подобное. Нет. Мы подражаем Богу. В послании к Ефейсинам 5 главе 1 стихе сказано «Подражайте Богу, как дети возлюбленные». Произнося слова силы, мы имеем ту же власть, что и Иисус, когда Он был на земле. Некоторым людям не понравится, что я говорю, но это то, что мы должны делать. Нам нужно ходить в духе и провозглашать Божье Слово. Мы должны пребывать в силе воскресения каждый день, вкушать хлеб, сходящий с небес, пить от Духа Святого. Продолжая кормить своего духовного человека, вы поймете силу воскресения. Вы в конце концов получите эту власть. Дьявол не будет знать, что с вами делать. Помните, в книге Откровения сказано, что цель дьявола утомить святых, измотать их. Я говорю всем, что нельзя позволять ему отвлекать вас. Начинается все с мелочей, с мелких житейских дрязг, а вы оставайтесь всегда в сфере влияния Бога под его защитой. Да, уж точно, у этого человека столько откровений, что наша передача не может этого вместить, вместить всего. Я лишь могу молиться, чтобы вы использовали слова силы и могли прогнать дьявола со своего пути. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Это самый важный момент в нашей истории. Прямо сейчас Бог мобилизует своих воинов на земле и дает им огненные колесницы. Присоединяйтесь ко мне на следующей неделе в передаче «Это сверхъестественно». Я расскажу вам больше про этих сверхъестественных воителей. Это будет сильно. вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сида Рота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.